Ведущая платежная система Японии переведет расчеты на блокчейн. Крупнейший эмитент кредитных карт Японии JCB в партнерстве с технологическим акселератором TechFund приступит к разработке устойчивой платежной системы на блокчейне. Об этом сообщает CoinTelegraph. JCB намерена воспользоваться опытом TechFund в организации предложений ценных бумаг на блокчейне и сервисов по стейкингу. Базирующийся в Токио акселератор запустил услугу «Блокчейн как услуга» AxelBus – Blockchain as a Service, которая направлена на ускорение внедрения технологии. «Мы планируем начать совместное изучение структуры платежной платформы, чтобы внести вклад в новый проект», – говорится в пресс-релизе. В документе указано, что организации планируют внести свой вклад в улучшение общества за счет совершенствования работы платежных систем. Платежная система JCB основана в 1961 году. В настоящее время ее карты выпущены в более чем 20 странах, а клиентами на конец 2018 года являлись более 130 миллионов человек, которые совершили транзакции объемом почти в 300 миллиардов долларов США. Напомним, ранее JCB наряду с другими эмитентами банковских карт стала участником ассоциации, которая нацелена на перевод реестра банковских транзакций на блокчейн. В Китае специальности по блокчейну внесены в список признанных профессий. Министерство людских ресурсов и социального обеспечения Китая включило в список официально признанных специальностей, связанных с блокчейном профессии. В заявлении министерства сообщается, что 11 мая в список официально признанных специальностей было решено добавить 10 новых профессий, в том числе и связанных с блокчейном. Среди специалистов по блокчейну в список попали специалисты по проектированию систем на блокчейне, разработчики и тестировщики, а также профессионалы в области эксплуатации и обслуживания. Также в списке появились специалисты по 3D-печати и исследователи нуклеиновых кислот. Министерство считает, что официальное признание специалистов по блокчейну поможет в восстановлении экономики после пандемии коронавируса. Тем более, что после эпидемии множество людей потеряли рабочие места. Отметим, что Китай продолжает развивать блокчейн-проекты и увеличивать принятие технологии. В конце апреля Центральная комиссия по киберпространству провела третий раунд одобрения компаний, разрабатывающих решения на блокчейне. Регулятор одобрил сразу 224 проекта. 20 тысяч магазинов Венесуэлы начнут принимать к оплате криптовалюты. Криптовалютный платежный оператор CryptoBayer объявил о партнерстве с компанией Megasoft, в рамках которого жители Венесуэлы смогут расплатиться криптовалютами в 20 тысячах торговых точек в стране. Магазины, в числе которых крупнейшие сети страны, будут использовать платформу Megasoft Merchant Server. Уже в июне сеть супермаркетов Central Madurance, аптеки Famer Matado, кинотеатры Sines Unidas и множество других магазинов начнут принимать к оплате Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Binance Coin, USDT, DAI и собственный токен CryptoBuyer XPT. Однако возможность расплатиться криптовалютами еще не означает, что большое количество венесуэльцев начнут ее использовать. Одним из факторов, отталкивающих граждан страны от использования криптовалют, является высокая волатильность цифровых активов, что еще более заметно, учитывая низкие доходы населения в Венесуэле. Ранее CryptoBuyer заключила партнерство с местной сетью розничных магазинов Traki. За последние два года в 40 магазинах Traki было зарегистрировано менее 1000 криптовалютных транзакций, что говорит о низкой популярности криптовалютных платежей среди венесуэльцев. Впрочем, новые платежные опции могут подстегнуть популярность платежей в криптовалютах. Напомним, что с 17 марта в Венесуэле был объявлен национальный карантин в связи с пандемией коронавируса. И на фоне этого в стране заметно выросли объемы торгов биткоином. Виза патентует цифровую фиатную валюту Крупная платежная компания Виза подала патентную заявку на цифровую фиатную валюту, которая будет обладать преимуществами криптовалют, но при этом выпускаться централизованным органом. В патентной заявке, опубликованной Управлением по патентам и товарным знаком США, подчеркивается, что криптовалюты обладают рядом определенных преимуществ перед фиатными деньгами, и Виза хочет совместить сильные стороны обоих платежных методов. Криптовалютные системы обладают преимуществами перед системами фиатных валют. Например, пересылка денег в криптовалютных системах обычно значительно быстрее. Кроме того, к ним больше доверия, так как записи транзакций, внесены в блокчейн, уже невозможно изменить. При этом криптовалюты не регулируются правительственными ведомствами. Также странам нет смысла переводить свои фиатные валюты в криптовалюты, так как для их использования необходимы цифровые устройства. Одним из главных отличий патентуемой цифровой фиатной валюты Виза называет выпуск такой валюты исключительно центральным органом, который будет поддерживать контроль за монетарной системой. То есть, это может быть как отдельно созданный орган, так и центральный банк. Бывший председатель комиссии по торговле товарными фьючерсами Кристофер Джанкарло подчеркнул, что данная патентная заявка показывает то, как сотрудничают государственные ведомства США и частные компании. «Эта заявка является доказательством того, что частные компании вовсю работают над будущим денег», – сказал он. «Отметим, что еще летом прошлого года Виза запустила платежный сервис на базе блокчейна для корпоративных клиентов, который впервые был анонсирован в октябре 2016 года». Павел Дуров объявил о закрытии проекта ТОН. Основатель Телеграм Павел Дуров заявил о прекращении работы над Телеграм Open Network – ТОН из-за продолжающегося процесса с комиссией по ценным бумагам и биржам США – СЭК. Павел Дуров заявил в личном канале на Телеграм, что спустя 2,5 года работы над проектом ТОН, Телеграм вынуждена прекратить разработку блокчейна и токена Грам из-за регуляторных проблем. Прошлой осенью СЭК обвинила Телеграм в незаконном проведении ICO, что привело к длительной судебной тяжбе, в результате которой суд заблокировал распределение токенов Грам не только для граждан США, но и за пределами страны. Павел Дуров написал «Сегодня у нас в Телеграм печальный день. Мы объявляем о прекращении работы над нашим блокчейн-проектом. Ниже приводится краткое изложение того, каковы были наши цели и почему нам пришлось отказаться от ТОН», – написал он. В статье говорится, что СЭК добилась предварительного судебного запрета на распределение токенов Грам, что и сыграло решающую роль в принятии решения о прекращении работы над проектом. «К сожалению, американский судья прав в одном – мы, люди, за пределами США, можем голосовать за наших президентов, выбирать наши парламенты, но мы все еще зависим от Соединенных Штатов, когда речь идет о финансах и технологиях», – написал Павел Дуров. «Контроль США над долларом и влияние на мировую финансовую систему дают стране огромные возможности», – пишет Дуров. Он добавил, что страна также может повлиять на Apple и Google и добиться удаления приложений из их магазинов. «Это правда. Другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на своей территории. К сожалению, мы, 96% населения мира, проживающего в других местах, зависим от принимающих решения лиц, избираемых 4% мирового населения, живущего в США», – написал он. «Я хочу пожелать удачи всем, кто стремится к децентрализации, равновесию и равенству в мире. Вы ведете правильную битву. Эта битва вполне может быть самой важной битвой нашего поколения. Мы надеемся, что вы добьетесь успеха там, где мы потерпели неудачу». На прошлой неделе независимая группа разработчиков, валидаторов и пользователей Freetone Community запустила блокчейн Freetone на основе разработок Telegram, но без участия компании. CME. Торговля деривативами на биткоине выросла перед уполовиниванием награды. Чикагская товарная биржа CME заявляет о рекордной торговой активности по деривативам на биткоине, отражающей институциональный интерес к предстоящему халвингу биткоина. В отчете CME сообщила, что сильный рост объемов торгов деривативами на биткоин на прошлой неделе демонстрирует, что институциональные инвесторы проявляют больший интерес к биткоину в связи с грядущим уполовиниванием наград майнеров биткоина. С начала 2020 года торговля деривативами на биткоине началась на 844 уникальных счетах, в основном используемых институциональными и профессиональными инвесторами. Таким образом, число участников рынка увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний дневной объем ADV торговли фьючерсами на биткоин с начала года составил 8456 контрактов, что на 43% больше, чем за тот же период в 2019 году. Общий объем торгов опционными контрактами на биткоин, которые были запущены в середине января, достиг 2250 контрактов. При этом 6 мая было обменено рекордное количество контрактов – 216 лотов. По состоянию на 7 мая количество открытых фьючерсных и опционных контрактов достигло 9800 – около 423 млн долларов США в биткоине, и 555 контрактов – около 4,8 млн долларов США в биткоине соответственно. Средняя суточная сумма нереализованных контрактов выросла на 33% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, отмечая CME. «В связи с тем, что на этой неделе должно произойти уполовинивание наград майнеров биткоина, торговля фьючерсами и опционами на биткоин на CME значительно выросла в преддверии этого важного события», – заявляет CME. Рост интереса к деривативам на биткоин прокомментировал соучредитель и директор по продуктам биржи фьючерсов в BTSE Брайан Вонг. Он сказал, что для фондов, которые ранее не инвестировали в биткоин, могли стать отмашкой комментарии управляющего хедж-фондом Tudor BVI Пола Тюдора Джонсона. На прошлой неделе он заявил, что биткоин отлично выступит хеджирующим активом при растущих рисках инфляции. В опубликованной на прошлой неделе записи в блоге CME отметила, что грядущий халвинг будет первым подобным событием для надежного и ликвидного рынка деривативов. Участники рынка теперь могут создавать гораздо более сложные позиции, а майнеры могут зафиксировать свои позиции и хеджировать их в преддверии халвинга. Таким образом, избыточное предложение со стороны майнеров, по всей вероятности, не будет сдерживать рост цены биткоина. Редактор субтитров А.Семкин